Привет! Скорее всего, ты не случайно наткнулся на это видео, а это значит, что твой аккаунт в Instagram заблокирован. Изучая вопрос, я прочитал достаточно много статей на эту тему. Сразу скажу, на форумах люди пишут, что сталкиваются с многочисленными проблемами в ходе разблокировки своих аккаунтов. То, что работает у одного, может не сработать у другого. Если ты перепробовал все стандартные способы разблокировки и не хочешь слушать повторно то, что лично тебе не помогло, или ты давно ждешь ответ на заполненные формы по восстановлению Instagram, то посмотри в описании тайм-коды и ты точно поймешь, какой способ еще не пробовал. Далее я постараюсь рассказать, как можно вернуть свой аккаунт. У меня получилось, а значит и у тебя получится. Итак, в один прекрасный момент высвечивается сообщение, что нужно подтвердить вход и ввести проверочный код. После подтверждения мы видим новое сообщение. Спасибо за предоставленную информацию. Если проверка выявит подлинность вашей информации, вы сможете получить доступ к своему аккаунту в течение 24 часов. Естественно, раз ты тут, 24 часа уже давно прошли. Попробуй войти в аккаунт с мобильного приложения, используя свой логин и пароль. Если ты не видишь сообщение о блокировке, то просто жди. Чуть позже, при попытке входа, высветится, что аккаунт заблокирован. Нажимаем подробнее и попадаем в справочный центр. Тут написано, за что ваш аккаунт был заблокирован. Алгоритмы Instagram иногда сходят с ума и огромную часть людей блокируют ни за что. Далее жмем на надпись «Свяжитесь с нами» и попадаем на первую форму для восстановления. Ссылки на формы я оставлю в описании. Итак, жмем «Да» или «Нет» в зависимости от вашего аккаунта. Далее вписываем свое имя, фамилию и отчество. На каком языке лучше заполнять, английском или русском, я сказать не могу. Думаю, стоит попробовать отправить и на том, и на другом. В следующей графе твое имя в Instagram. Ниже вписываем свою почту, привязанную к аккаунту. Бывает, что ответ просто не приходит. Или если отправил больше трех раз. Просто создай другую почту и пробуй снова. На форумах люди советуют использовать почту Gmail. Если высвечивается ошибка и не заполняется какое-то из полей, просто попробуй написать с большой буквы. После заполнения формы нажми кнопку «Отправить». В случае успешной отправки ты будешь автоматически перенаправлен на главную страницу справочного центра Instagram. Как я уже говорил, иногда в работе Instagram и Facebook случаются сбои. В некоторых случаях при заполнении форм могут возникать ошибки. Прежде чем отправлять запрос на проверку, перейдите в Instagram и подтвердите свою личность. В моем случае я просто подождал пару дней, и у меня получилось заполнить все поля и отправить форму. Возможно, это было связано с тем, что по прошествии 24 часов я нашел ссылку на форму и попробовал ее отправить. До того, как начало высвечиваться сообщение о блокировке при попытке входа в Instagram. Далее на почту должно прийти сообщение с кодом, который нужно написать на белом листке бумаги. После кода должны быть указаны ваше имя, фамилия и имя пользователя. Тут тоже стоит попробовать два варианта написания на английском и на русском. Как я уже говорил, форму можно отправлять много раз, меняя почту. Главное, следуйте инструкции, как правильно все заполнить, сделать фото и отправить. Многим после этих действий приходит ответ на почту о разблокировке в течение часа, дня или недели. Кого-то разблокировали через несколько месяцев. Иногда приходит следующая форма, в которой нужно подробно указать, почему ты хочешь отменить решение деактивировать свой аккаунт. Ответ стоит продублировать на английском языке. Будьте вежливы и не пишите, что вы что-то нарушили. Просто сообщите, что повторно ознакомились с правилами сообщества. Для тех, кому так и не пришел код, который нужно написать на листке, есть еще один способ получить его. С мобильного телефона открываем окно входа. Нажимаем «Забыли пароль», далее вписываем имя аккаунта в Instagram и жмем «Нужна дополнительная помощь». Заполняем все графы и жмем «Запрос поддержки». Почти сразу должно прийти сообщение с кодом и информацией, что делать дальше. Пройдя лично через все эти отправки фото с кодами, ожидания ответа, могу сказать, что самый действенный способ – это связаться с поддержкой Facebook для бизнес-аккаунтов. Для чего тогда все то, что я сказал ранее? Все просто. Кнопка связи с менеджером из поддержки Facebook есть у маленького процента людей, из тех, кто заказывал рекламу. Я заказывал, но в рекламном аккаунте кнопки нет. К счастью, это не единственный способ связаться с поддержкой. Есть еще один. Сейчас я расскажу подробно о каждом. Первый способ. Переходим по ссылке в справочный центр Facebook для бизнеса и нажимаем кнопку «Начать». Далее нажимаем на раздел «Реклама». И в самом низу страницы открываем чат со службой поддержки. В 99% случаев аккаунт разблокируют. Можешь спросить у своих знакомых, есть ли у них эта кнопка, и могут ли они написать в чат поддержки о твоей ситуации. Это точно работает. К сожалению, у моих знакомых блогеров такой кнопки не оказалось. Я пробовал писать людям с YouTube, которые в своих видео рассказывали, что у них эта кнопка есть, но мне дважды отказали. Их можно понять. Поэтому лучше писать своим друзьям-блогерам, которые уже соскучились по твоим сториз. Второй способ. Нужно создать магазин в Facebook. Commerce Manager. Тут тоже может не быть кнопки. Возможно, она появляется после того, как одобрят магазин. Или же должен быть бизнес-аккаунт. Мне одобрили сразу же. После того, как создашь магазин, выбери вкладку «Обзор» и пролистай страницу в самый низ. Нажми кнопку «Подробнее». Дальше высветится окошко с кнопкой «Служба поддержки». И, наконец-то, мы нашли то, что так долго искали. В теме «Выбирай настройка аккаунта». Опишите ситуацию подробнее, выбирай и другое. Вписывай свой email, привязанный к аккаунту Instagram, и опиши свою ситуацию максимально уважительно с просьбой помочь. Но не все операторы помогают. Попробуй отправить свою заявку в разные темы и несколько раз. На почту придет сообщение, что ваша заявка передана во внутренний отдел. Жди ответа или звонка в течение недели. Но я советую проверить через несколько часов. Хотя, скорее всего, ты и так по 100 раз на дню проверяешь. Запомни несколько правил. Не плати никому за разблокировку. Нет никаких гарантий. И, скорее всего, это развод. Все то же самое ты сможешь сделать сам. Отключи свой Instagram от всех сервисов и не заходи в аккаунт с телефона и компьютера одновременно. Я предполагаю, что именно поэтому отключили мой аккаунт. И лучше всего переключись с личного на бизнес-аккаунт, так как служба поддержки Facebook охотнее помогает именно бизнес-аккаунтам. Я надеюсь, у тебя получилось разблокировать свой аккаунт. Если это видео помогло тебе, не забудь нажать палец вверх и подписаться на мой канал.